Всем сестренкам и всем братишкам привет! Наше знакомство с Каролиной случилось несколько лет назад, когда та кинула мне страйк за небольшую вставку о ней, где я рассказывала, как Каролина пафосно демонстрировала сумку от Prada в своих видео, конечно же, при этом активно рассказывая про минимализм, экономию и грамотное потребление. Но давайте поподробнее, кто же такая жадина Каролина Кононович? Кононович Каролина Владимировна, 1995 года рождения. Родители Кононович Владимир Ильич, врач-невролог. Мама Наталья Кононович, тоже врач. И два брата. Каролина появилась на Ютьюбе в 2014 году. Сначала снимала про свою жизнь в Минске, конечно же, минимализм, потребление. Именно последнее помогло заиметь первые большие просмотры на канале. Также она активно старалась дружить с разными, более весомыми блогерами, такими, как Даша Центнер, чтобы отметить с об их видео. Благодаря Даше получила первые заказы по монтажу, когда ушла с официальной работы, в надежде зарабатывать на жизнь, ведя Ютьюб-канал. Ранее Каролина работала в логистической компании, где познакомилась с первым мужем Женей. Но они быстро развелись, и причину толком понять не получилось. Хотя именно об этом Каролина выпустила видео со слезами, и как ей все тяжело далось. Настолько тяжелое видео и настолько травматичное для нее, что Каролина не забыла в перерывах между ревом вставлять рекламную интеграцию. Пошел нахуй! Я плачу! Вообще, жадность и корысть идет очень тонкой линией во всей жизни Каролины. Именно, кажется, этого Женя не пережил. А еще того, что постоянно нужно было быть частью безудержного веселья видео самой Каролины. Но не была бы Каролина Каролиной, если бы эта слезливо-сопливая история не монетизировалась. Так, в частности, она выпустила подкаст с рассказом, где поведала страшную, на самом делешную историю, почему же брак развалился. И вот некоторые выдержки из этого монолога. Напомню, что узнать правду вы можете всего-то за 50 евро. Круто для того, чтобы понять, как Женя заебался и свалил. Все началось с того, что Женя заболел. Я все еще не хочу вдаваться в детали, хотя знаю, что имею на это полное право, ведь это и моя история тоже. Но я думаю о нем и о некой приватности, которую все еще уважаю. Болезнь связана с психикой, поэтому, мягко скажем, это сказалось на отношениях. Они начали постепенно ухудшаться, и на протяжении нескольких месяцев я не совсем понимала, что происходит и почему. Было ощущение, что я живу с разными людьми. Сегодня добрый, любящий и заботящийся, а завтра отстраненный, пассивно-агрессивный и странный. Это все происходило очень постепенно и не сильно заметно, ведь когда все время рядом, что-то можно в упор не видеть. Потом произошли некоторые события и стало все ясно. С одной стороны, это дало объяснение и какое-то оправдание, как будто можно закрыть глаза и начать заново. Но ощущение доверия и безопасности все равно пошатнулось. Это было почти два года назад, но я до сих пор ярко помню какие-то слова или картинки, которые мне хочется стереть из памяти. Во время длительного выздоровления многое в нас и в наших отношениях менялось. Думаю, стоило бы Жене самому послушать этот подкаст про себя и его семью и может даже не пожалеть 50 евро, где Каролина так мягко намекает, что крыша, оказывается, у Жени поехала и чуть ли не биполярка началась. Также Каролина рассказывает про угрозы со стороны мамы Жени. Мол, если не удалишь все общие фото, то под суд пойдешь. Если коротко, мама Жени попросила удалить все фото и видео с ним. Если я не сделаю это за неделю, она подаст в суд. И еще больше не общаться с ним и не упоминать его на канале. Вот так вот, разборочки. Интересно, по какой такой статье, видимо, уголовной и как минимум со смертельной казнью, что Каролина настолько испугалась и все снесла. При этом мама Каролины, Наталья, не побоялась таких страшных законов. И в ее инстаграме полно общих фото Каролины и Жени и даже видео есть. Чем больше узнаешь Каролину, тем больше становится жалко Женю. Вот кадры из закрытого видео самой Каролины. Одна минута за 2021 год. Как она целуется на прощание Жени, ходит с ним в кино и вообще ведет весьма логичную семейную жизнь. Но вот спустя пару месяцев в кадре уже появляется Павел, который явно в жизни Каролины замаячил задолго до момента расставания. И наличие официального мужа не смутило никого из них. Отчего такого? Нужно вовремя успеть пересесть с одного питательного куя на другой. Ты не вкан, ты вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня эти руки, давай. Куда галстук? Скажи, к тебе или от меня? Ко мне. Я не могу сделать, потому что это шнур. Приврать и приукрасить Каролина любит. Монетизация главного чиха – вот главный девиз по жизни у нее. Даже активная позиция в отношении Украины и ее поддержки должна быть с прибылью. Но вот почему-то Каролина забыла рассказать, что находится в списке «Миротворец». Или она об этом не знает? «Миротворец». Сайт позиционирует себя как интернет-представительством Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. Мира безопасности граждан. Вменяет государство Украины сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения, захваченной российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АЭР Крым. То есть это про то, что когда-то в 2018 году была в Крыму. И у меня остается единственный вопрос. А как тогда Каролина попала в Киев в 2021 году? Непонятно. Благодаря «Миротворцу» мы узнали, что жила и училась в Томске. Вообще, градус лицемерия у Каролины зашкаливает. Она активно поддерживает Украину, что, как факт по себе, очень хорошо. Едет в Крым. Ну и неплохо так получает деньги от российской фирмы «Ясно». И пихает рекламу у этого сервиса куда только можно. Как бы позиция позиции, а кушать хочется. А еще и люксовых сумок хочется. И не все они перемерены. И не все дорогие свитера куплены. Ну и путешествовать на что-то надо. Сидеть на двух стульях – основная черта блогера Каролины. Вы, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну или хотя бы перестаньте запрещать людям писать себе что-то на русском. О чем это я? Просто русские просмотры, а они основные на канале у Каролины, не приносят больше бабок. Ей нужно больше жирненькой аудитории. Англо-говорящая или какая-нибудь другая говорящая, лишь бы не на русском. Для этого Каролина даже страницу завела в инстаграме. И строго-настрого запретила там писать по-русски. Мол, не портите со своими лаптями мне статистику. Да и пофиг, что вы меня кормите. Хочу других богатых. Также канал на ютубе завела для нормальных подписчиков, про которых упомянула в своем платном сервисе. Но также сказала, что ссылку вам не дам. Вы же и денег не приносите. Но канал нашелся. Это оказалось не огромным секретом. Вот ни одного видео на этом канале так и не появилось. И по какой-то непонятной причине канал быстро удалили. Вообще отношение к подписчикам у нее чисто материальное. Они должны или платить за особый контент, в который можно узнать про рогадость бывшего мужа, допустим, или обязаны платить за нытье, которое Каролина не может выложить в основной свой канал. Иначе распугают тех, кто еще хоть как-то, но покупает психологические сессии, которые Каролина рекламирует. Но говнеца в Каролине слишком много, чтобы она просто молчала. Вот и с поездочкой в Лондон не задалось. Про что аж на целый час Каролина наговорила? Жалоб на все и на всех. Девушка по имени Ксюша просто прислала ссылку на то, что у нее есть скидки на перелеты по дешевым ценам. И Каролина ноет, что выбор этой поездки была ошибка. Ведь кто-то ей прислал. Это же не ее личный выбор. Будет на самом деле много чего такого личного и... Ну, как личного? Того, что я, наверное, не буду озвучивать на канале. Наверное, даже не будет влога из Лондона. Может быть, будет влог со студией Гарри Поттера. Это был четвертый день моей поездки, когда я там была. Но я не знаю. Я правда не знаю, смонтирую ли я это. Как-то полноценно или, может быть, чуть-чуть покажу. В общем, сейчас все объясню. Начну с того, что... Это поездка такая большая ошибка. Хотя непонятно почему, это не личный выбор. Ты же сама купила билеты. Тебе человек лишь ссылку прислал. Но Каролину бомбит 5 минут, что ссылку-то прислали. А не она сама нашла. Это уже плохо, по ее мнению. Душник по полной программе. Ну и почти 20 минут она просто распекает свою подругу Ксению. За то, что та много говорит. Вот, заинтриговала чутка, да? Уже готовы. Кто там, про кого будут дранишки лететь? Ой, блин. Календарь лежит так неудобно, я его все время бью. В общем, Лондон. Все про Лондон. Значит, я жила у Ксюши. И я у нее уже жила до этого. До этого тоже была такая немножко... Как бы, ну, не проблема, как... Я не знаю, как ее назвать. Ну, сложность. Для меня сложность. В общем, Ксюша очень много говорит. И... Ну да, все. На этом больше нечего сказать. Это Ксения великодушно поселила ее в своей квартире. Но для Каролины это все не то. Хозяйка должна молчать и угождать гостя. Даже если хозяйке это не свойственно. Все может быть, и люди не идеальны. Вот только нафига про это записывать подкаст, где хаит человека. Еще продавать его заплатно. Может, стоит принять человека и промолчать за бесплатно, то есть в общем доступе. Вообще, все эти платные подкасты от Каролина это яркий пример, какая она на самом деле. Мелочная, вечно недовольная баба. Вообще, эксплуатация друзей и подписчиков это еще одно любимое занятие от Каролины. Вечные посты. Привести, принести, передать, помочь, получить, подвести. А что они мол молча смотрят великие творения от ее величества в виде видео на ютюбе? Пусть отрабатывают. Ну и пожить у кого-нибудь за бесплатно тоже классика жанра для Каролины. В моей голове не укладываются эти вечные наряды, дорогие аксессуары, бесконечные распаковки продукции Apple и просьбы поселить у себя где-нибудь, пригреть и накормить и молчать, не раздражать великую барыню. Вы что, ебнулись, друзья? Вы ебнулись совсем? Хотелось еще, конечно, очень много про Пашу добавить, но Паша, как и те самые собаки, это просто фон для инстаграма и для ютюба. Во всяком случае, это так кажется. Всем нам понятно, что доходы Карины не позволяют ей так шикарно жить, как она сейчас живет в центре Амстердама, что ютюб давно не приносит столько денег. Понятно, что у Паши есть лишь одна цель – сидеть и работать. Я тебе скажу, либо разблокируй меня, либо расстаемся с тобой, либо найду другого, хватит надо мной издеваться. Я такая девочка, что терпеть не буду. Я терплю, 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 видите, а потом я тебя брошу. И будешь кусать локти. На сегодня это все. Это были самые запоминающиеся моменты из жизни Каролины Кананович, которую почему-то все считают очень милой и добродушной. Если вам не жалко, вы можете просто послушать те подкасты, которые удалось мне послушать. Не знаю, счастье это или наказание. И сразу вы поймете, кем является Каролина Кананович. Что отличие от той картинки, которую мы видим в ее YouTube-канале, и то, что она постоянно вываливает из себя, в каком количестве вываливает, что лопаты не разгрести. Разочароваться всегда обидно. Ну что ж поделать, это жизнь такая. Также не забывайте переходить по ссылке в описании в мой телеграм-канал, потому что уж очень много ходит всяких сплетен о том, что вот-вот все прикроют. И не забывайте, конечно, поддержать лайком. А на сегодня это все. Всем сестренкам, всем братишкам. Пока!